Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Мидиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Нет, мы не знакомились, но по сути это неправда. Заявил пресс-секретарь Песков о новом расследовании Навального. Я напомню, почти двухчасовой фильм о Дворце Путина Алексей Навальный снял еще будучи в Германии, но выпустить решил исключительно тогда, когда окажется в России. И вот этот день настал. На момент подготовки программы фильм посмотрели уже более 38 миллионов человек. Если вы еще не в их числе, то коротко о сути. Навальный утверждает, что где-то под Геленджиком у президента России есть дача за 100 миллиардов рублей. Ну как дача, скорее дворец, собственным казино, кинотеатром, спа-зоной и всем тем, что обычному человеку чаще всего только снится. Так вот, по заявлению Пескова, дворца под Геленджиком у президента нет. А, значит это все-таки дача. Это для нас с вами дворец, хором и роскошь, а для них это просто коттедж. Ну и что-что размером с несколько коттеджных поселков. Это уже вопрос второго плана. Так вот, вся эта ситуация оставила невыясненными для меня несколько моментов. Во-первых, неужели господин Песков всерьез считает, что его слова достаточно, ну чтобы опровергнуть целый фильм? То есть он такой, а вы видели у Путина задекларированный дворец? Нет? Так значит и дворца-то никакого нет. Все, друзья, расходимся. Раз Песков высказался, значит так оно и есть. Мда. Во-вторых, а скажите мне, дорогие, почему Кремль так внимательно отслеживает деятельность Навального? Ну, кинчики все его смотрят, комментируют. Он ведь человек, которого нельзя называть ни по имени, ни по фамилии. И мания преследования-то его замучила. Однако именно его расследование находит самый громкий отклик во власти. Думаю, с ними я что-то подобное, до моего фильма бы даже никому дела не было. А почему? Может потому, что в каждой шутке есть доля шутки? А остальное все-таки соответствует действительности? В-третьих, если Кремль во главе со своим президентом утверждает, что фильм это чистой воды выдумка, то почему господин Путин не защищает свою честь и свое достоинство в суде? Устроили бы очную ставку, заслушали бы фигурантов дела, а вось и правда выплыло бы наружу. Я ответственно и честно заявляю, что домик под Геленджиком стоимостью более 100 миллиардов рублей и площадью с небольшую европейскую страну не мой. Во-вторых, все. В-четвертых, друзья, а если этот дворец Путину не принадлежит, то скажите мне, чей он? Не знаю. Загзагнул. Зачем там столько ФСОшников? Может это пансионат для престарелых с круглосуточным уходом? Или санаторий для дедомовских детишек? Тогда понятно, их охранять нужно и воздух там свежий реально в кассу. А пока все ваши доводы сводятся к одному. Дворец есть, шут при дворце есть, а царя держат в секрете. Нарушайте, знаете ли, законы и сказки, уважаемые. Хотя, о чем я? Уж в чем-в чем, а на сказках кое-кто точно собаку съел. С нетерпением ждем расследования Кремля о том, что дворец принадлежит самому Навальному и подогнали ему его американские или какие там его хозяева. Вот нисколько не уделюсь такому повороту событий. Конечно, я живу в реальном мире и понимаю, что жить в 50-метровой трехе на окраине Москвы президент не может. Ну или может, но не хочет. Но то, что стало предметом расследования Навального, извините, ну никак не укладывается в картину российской действительности, где за чертой бедности находится более 20 миллионов человек. В конце вот этого материала чудесно указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что вот это, наверное, главная задача. Главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров. Подумайте, подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. И в этом вся путинская Россия. Жулик, значит, по мнению Пескова, Навальный, а часы, которые на честную зарплату обычный россиянин никогда не купит, у Пескова. Бывает ведь, а? Кризис нам, сверхприбыль им. Так звучит классическая формула обнищания народа и наживы власти. В прошлом году Сбербанк на одних только комиссиях от переводов и платежей населения получил более 70 миллиардов рублей. Помните это нововведение? До 50 тысяч в месяц перевод денежных средств бесплатный, свыше 50 тысяч уже взимается процент. А в условиях пандемии, когда мы просто вынуждены были сидеть дома, и когда нас буквально зажали в безналичные расчеты, россиянам ничего не оставалось делать, кроме как принять правила игры банковского сектора. Ну, расскажите мне, кто укладывался в ограниченную банком сумму денег? Когда нужно было перевести деньги престарелым родителям, например? Или когда нужно было помочь детям с арендой квартиры, поздравить с днем рождения и так далее? Все то, что раньше мы делали лично или наличными в условиях пандемии, стало сверхприбылью государственного банка. А ведь для большинства людей все, что оказалось на их карте, это были накопления не одного года, которые разом потратились в течение кризисного периода. Причем за собственные расходы собственных средств каждый превысивший лимит заплатил 1% в карман Грефа. А у банка на секундочку 98 миллионов активных частных клиентов. Ну, оно и понятно, должен же кто-то оплачивать ребрендинг Сбера, который с прошлого года больше не банк. А кто, если не мы с вами? Да еще и в самый непростой-то период времени. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Дудь замечен в Тагиле. Юрий Дудь и Тагил, что, казалось бы, могло объединить молодого красивого журналиста и угрюмый серый Тагил. А я вам скажу, что по нашим сведениям он поехал туда с одной целью разобраться, что же все-таки произошло на знаменитом Уралвагонзаводе. Но мы будем первыми, кто вам об этом расскажет. Схема, как всегда, проста до безобразия. По данным сайта chugun.su, Уралвагонзавод закупает чугун дороже, чем, например, тот же Минский тракторный завод, причем дороже на десятки миллионов рублей. Соответствующий документ о закупках разместил сайт chugun.su. При этом я напомню, что в прошлом году стало известно, что Уралвагонзавод не нашел новых покупателей вагонов на текущий 2021. Помимо этого предприятие находится по уши в долгах. Задолженность составляет более 100 миллиардов рублей. Сегодня правительство пообещало реструктуризировать долг завода перед банком ВТБ. И при всей этой помощи Уралвагонзавод продолжает разбазаривать и собственные, и чужие фонды. Внимание, розыск! Ищем лояльных партий, власти, наблюдателей. Заявки принимаем на электронную почту. На этой неделе в сети появилась информация о том, что партия «Единая Россия» собирается вновь одержать победу на предстоящих выборах в Госдуму. Методичка с указаниями уже готова. Ведется поиск готовых продать страну и родину. Многого от вас не потребует лояльность партии и принадлежность к бюджетной сфере. Возможно, но это не точно, получите и свои 500 рублей в качестве вознаграждения. А теперь включаем мозг, друзья. Даже если вы подходите по всем указанным параметрам и лишних денег у вас не бывает, остановитесь и отдумайтесь. А не приведет ли ваш поступок к еще большей бедности? Ведь получить 500 рублей единоразово и потом 4 года присмыкаться перед очередным единороссом, который будет предлагать повышать налоги, вводить штрафы и существенно снижать качество жизни. Вы готовы? А между тем, новая газета сообщает, что перед «Единой Россией» уже стоит задание получить 2 третих места в Думе. Однако планы могут рухнуть. Во-первых, из-за снижения лояльности к партии со стороны населения. По данным Левада Центра, действующую власть поддерживает всего 29% горожан. Во-вторых, из-за существования умного голосования Алексея Навального, которое успешно сумело пододвинуть единороссов на прошлых выборах. Ну и в-третьих, принятые ядросами репрессивные законы, как то ужесточение наказания за клевету, закон об иноагентах, блокировка YouTube, запрет митингов и мониторинг комментариев в соцсетях. Способны реально подорвать и без того низкий уровень доверия власти. Так что займут ли единороссы 300 кресел будущей Думы, зависит и от нас с вами в том числе. Жириновский поделил сторонников Навального на три категории. Больные, наркоманы и проститутки. А к какой категории относитесь вы? Фамилия Навальный. Он навалил столько гадостей на нашу страну. Борется с нами он один. Кто такой? И находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки. Кто они поддерживают? Браво, Владимир Вольфович! А кто автор столь кричащего опуса? Хотя мы все все понимаем. В нашей России всегда кто-то виноват. То разноцик, то вот Навальный своими действиями вводит страну в миллиардные убытки. Но знаете что, Владимир Вольфович? Призывая вводить санкции, Навальный прямо и открыто заявляет, что вводить их необходимо в отношении конкретных лиц, а не людей, которые за 20 тысяч стоят по 8 часов у станка на заводе. А чем запомнились вы, гражданин Жириновский? Последний раз от вас помнится поступка ждали в отношении Сергея Фургала. А вы в очередной раз показали, что на языке у вас то, что у вашего директора в голове. И знаете, хочу вам сказать, что никакого Навального бы в России и не появилось, если бы снимать его кинтики было бы не про что и не про кого. Но об этом, к сожалению, вы вряд ли задумаетесь. И да, друзья, я все-таки предлагаю не обижаться на высказывания Жириновского о проститутках, больных и наркоманах. Потому как первые, кто прибыл в аэропорт встречать Алексея, были, ну никак не мы с вами, а силы полиции и Росгвардии. Вот пусть они на 1, 2, 3 и рассчитаются. Ну и последний на сегодня скелет в шкафу, точнее в кровати. Жительница Москвы, 62-летняя пенсионерка, из-за невозможности похоронить своего умершего сожителя, просто вынесла его на улицу. Труп обнаружили соседи. Прибывшая на вызов полиция проникла в жилое помещение подозреваемой, где на кровати обнаружила еще одно тело. Как выяснилось позднее, это был сын хозяйки квартиры, умершей, предположительно, в начале 2000-х. Женщину отправили в психиатрическую лечебницу, хотя по ее собственным словам у нее просто не хватало денег на похороны. И вот это путинская Россия. И вот это путинская Россия. Да, кстати, это тоже путинская Россия. А вот это сам Путин. А вот это дача Путина. А вот это тоже принадлежит Путину. Чувствуете разницу? И главное, не перепутайте. Ну а у меня на этом все. Я напоминаю, что все самое интересное и самое актуальное вы можете найти как на канале Реальная Журналистика, так и на канале Ермак Медиа. Заходите, подписывайтесь, будем знакомы. Всех люблю. Пока-пока.